взял я два болта на 10 с направляющего такие они плотненько в отверстие вошли прикручивать их даже не стал по длине поставил зафиксировал монтажкой и головкой на 27 я подкрутил гайку затягивать буду точно так же с фланцем очень неудобно снимать было оставить будет и подавно неудобно так , , , , , , , Масло надо будет потом добавить, фланец пока не стал снимать, на место его воткнул, откручиваем Сцепление в корзину, болты на 10, я их предварительно ослабил, здесь маховик 2-массовый По периметру ослабляем, а потом уже помечу старое Болты короткие Парень пламя Сцепление Мастер Сцепление Сцепление Болт Я точно не знаю по маховику, но мне кажется он неисправен. Почитать надо, я не знаю. Какой-то большой, у него свободный ход. Залез, почитал по двухмассовым маховикам, ход 5 мм он допустим, осевого люфта нету, поэтому нормально. Это старое сцепление, оно не совсем мертвое, но оно уже поджженное, как корзина, так и диск. Новое сцепление мы Saks используем, номер его 3951-921. В комплекте идет, здесь у нас стояло оригинальное, нет, здесь люк стоял сцепление, уже менялось. и корзина, корзина тоже люк. Такой диск, и вот такая корзина. коробка Saks, диск, люк, корзина, корзина люк. Вот так вот получается, люк на люк меняем. Но Saks здесь дописал свою маркировку. Ну что, берем, устанавливаем на место. Здесь еще идет смазка для подшипника и для первичного вала. и новый диск, выживной подшипник устанавливаем тоже. Так, ну что, выдавливаю смазки, здесь ее совсем чуть-чуть. Она очень густая, очень. И отверточкой набиваю ее в подшипник. Вот такая вот она, даже с отвертки не свисает. И остатки намазываю на первичный вал. Ну а теперь устанавливаем корзину с диском. Болты, я говорил, что мы новые будем использовать. Оригинальные 101-2255. Который 10-1-12 26 мм. Самый 21-32-24 см. Аккуратные поцены. Оригинальные 4-24 см. Лавитый 15 мм. Достаточно смазки килл. Аккуратные поцены. Аккуратные поцены. Но кто-то их не заполковал. Болты, как я уник, аккуратно, Немного торопа machine. Наживляем. Все, корзину я подтянул. Отцентровал на глаз. А проверил потом головкой длинной. Вот такая вот головочка. Здесь подмотал изоленты 24 миллиметра. А сама головка входная. Получается 15 миллиметров. 15 на 24. И все. Сцепление стоит по центру. Сейчас ставлю коробку. Но уже как устанавливать коробку показывать не буду. Потому что здесь очень неудобно. Подвожу и устанавливаю. Так, ну что, установил я коробку на место. Товарищ мне помог одному. Никак. Поэтому просил и снять, и поставить помощь. Обычно один делаю. Но здесь коробка с меня размером. Я бы с ней здесь подпрыгивал один. Поставили, в принципе, довольно-таки легко. Я снял фланец. Здесь тряпочку подмотал, чтобы масло не бежало. Подливать я все равно буду. Где-то в среднем, наверное, грамм 100. Масло вытекло. Сниму потом защиту. Масло подолью. Прикручиваем сейчас по периметру 13 болтов. И два болта на рабочий цилиндр сцепления. Бежит рабочий. Посмотрел, заказали. В следующий раз я ему подъедет заменю рабочий цилиндр. Ну, с карданом здесь, правда, будет немножко неудобно. Но поменяем. Так что, смело снимайте фланец, чтобы снимать коробку. Ну, как прикручивать буду, я не покажу. Здесь уже, что это там, 13 болтов. Закручиваем. И потом подвешиваем уже траверсу. Все, коробку я по периметру протянул. Головка на 14, как я и говорил. Вот такой вот у меня карданчик для пневмопистолета усиленный. И удлинитель метровый. Ну, он не метровый, он 90 сантиметров. А, нет, это метровый. Да, 1000 миллиметров. И штатный 250 миллиметров из набора головок. Все, у меня вот этой длины. Вот я одел на головку болта. Вот этой длины у меня хватает сзади коробки затянуть болты, которые находятся сверху. Карданчик позволяет шевелить его влево-вправо. Вот такая штука очень удобная. Если без нее, без нее придется помучиться. Сейчас устанавливаю на место цилиндр сцепления. Рабочий. Он сбоку крепится двумя болтами. Устанавливаю на место шкив. Ну, наверное, покажу это. И устанавливаю на место датчик положения коленвала сверху. Заказали новый цилиндр сцепления, заказали новый пыльник вилки сцепления. Потому что этот пыльник тоже превратился в тряпочку. Этот, хоть презерватив, его и разъел и весь. Я его очистителем карбюратора помыл. Это уже резина поплыла. Сейчас мы поставим какое-то время еще поработать, потом заменим. Вот о чем я говорил. Поршенек подошел сюда. Все, рабочий я наживил, затягиваем. Рабочий я поставил. Шлицевую смазал, протер лактайдом. Теперь выдергиваем тряпочку. Глаза. Диана. Ребят. Глаза. Ребята. Все, я закрутил по метке как было, вот желтая краска по этим двум зарубкам. Проводку сверху я разъединял, здесь 4 одинарных разъема я соединил сзади проводку, здесь 3 разъема соединил и также установил на место датчик положения коленвала, он с этой стороны вон он сверху, один болтик я его закрутил, вакуумную трубку сверху одел, эту трубку мы оденем, когда сейчас установим глушитель. Теперь устанавливаем глушитель на место, а потом уже ставим траверсу, потому что траверс у нас перекрывает глушитель. т.к. все подвесил я одну резинку здесь шпильки вставил и спереди тоже вставил теперь наживляем спереди и закручиваем после того когда закрутим верхние гайки сбоку здесь прикрутим хомут вот этот а потом уже будем прикручивать сзади после этого штаны я прикрутил теперь прикручиваем хомут и одеваем вакуумную трубку все болты я смазал медной смазкой трубку на место надел затягиваю все спереди закрутил все теперь закручиваем сзади глушитель болт также смазал медной смазкой все закрутили подвески одел смазал силиконом и легко отделись и та и та сразу пока удобно смазал все крестовины и передний кардан и задний кардан подвесной живой заодно сразу посмотреть ну и пока траверсу еще не поставил поставлю передний кардан сразу наживлю форекс форекс григория тверк кисточки дайву шоу сутки КОНЕЦ Все, наживляем и протягиваем Передний кардан затянул, а задняя крестовина делает так Стучит, прошприцевал ее, а она и загремела Ну ладно, тоже надо будет менять Теперь устанавливаем траверсу Все резьбы забрызгиваю Также здесь вот Ну все, также ее наживляем Три болта на подушке И по четыре болта с каждой стороны, с правой и с левой Прикручиваем и потом уже убираем гидроупор После этого уже заканчиваем, прикручиваем наш карданный вал Траверсу я закрутил Сейчас возьму, откручу гайки На подвесной и смажу резьбу Болты на кардан я также мажу Отвязываю кардан И наживляем подвесной Здесь на карданах я ставлю метки Также по метке его устанавливаю Это я для себя делаю Наживляем и прикручиваем Все, кардан я затянул Подвесной я затянул По старым меткам поставил Устанавливаем защиту Сразу резьбу смажу Откручивалось слух Защиту я установил Снизу у нас все собрано Здесь все залито тормозухой Надо заехать человеку на мойку Все отмыть Опускаем автомобиль И ставим рычаги в кулису Почистил я здесь от герметика Также тонким слоем намазал Герметиком сейчас ставлю на место Раздатку и ставлю на место Рычаг переключения передач Наживляем их А потом уже закручиваем Пыльник я затянул Семь болтов По бокам два самореза С этой стороны тоже закрутил Не знаю что это такое Но оно здесь было Теперь заводим на место Здесь получается Она со стороны бардачка Сначала направляющие вставляются Потом заводим на рычаги И защелкиваем ее Закручиваем Во избежание вопросов Перчатки одел чистые По салону Так, ну что Все Заключающий Мы сделали Аккорд На этом замену Сцепления Мы закончили Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!